Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Как избавиться от зависимости и свободно жить? Вот например у меня сейчас тактичное отношение с парнем. Хочу отпустить его, чтобы свободно жить, но не могу. Резко звонит упор на этого. Человека конкретно нет конкретной цели в жизни, чтобы строить карьеру, купить дом, купить машину. Боюсь, если мы расстанемся, не смогу без него жить. Хотя и с ним я не счастлива в данный момент. Я очень стараюсь его изменить, но вижу, что это очень трудно. Как говорят, волк меняет шкуру, но не натуру. Когда мы ссоримся, он из муки делает слона, а он не прощает меня. Сложно найти общий язык с таким человеком. В эту мысль мы расстанемся, он рано или поздно найдет другую из этих мыслей. Я не могу его отпустить. Воспоминания жаль. Помогите найти выход из этой ситуации, прошу вас. Хочу теплые отношения. Вот смотрите. Вам самая лучшая рекомендация здесь могла бы быть в том, чтобы пойти на психотерапию, пойти на работу с психологом. Вообще говоря, это вероятно лучшее, что вы можете для себя сделать на данный момент. Другой вопрос. Хотите ли вы этого и будете ли вы реально этим заниматься? Это первое. Второе. Второй важный момент заключается в том, что происходение зависимости связано с потребностью и избавиться от зависимости, значит избавиться от потребности. На мой взгляд, избавиться от потребности не есть хорошо, потому что потому что потребности и есть человек. Да, вопрос в том, чтобы научиться удовлетворять от потребности иначе, не так как вы это делаете, например, сейчас. Это безусловно можно, но опять же в психотерапии. Вы много говорите о том, чтобы свободно жить. А свободно жить, чтобы что? Свободно жить для чего? Что вы будете делать, если будете свободно жить? Это очень важный момент, потому что по большому счёту он отражает вашу мотивацию жить свободно. Исходя из того, что вы описали, а именно исходя из того, что вы хотите, во-первых, изменить человека, во-вторых, вы как бы предъявляете ему претензии за то, что он не строит карьеру, не стремится купить дома машину. Можно сказать о том, что у вас есть неудовлетворённая, то есть базовая потребность в безопасности. То есть вы, иными словами, не чувствуете себя в безопасности. И вот это очень важный момент. Это очень важный момент, потому что если вы не чувствуете себя в безопасности, то вы будете делать так. Так или иначе, вы будете делать всё для того, чтобы в этой самой безопасности себя почувствовать только за счёт другого человека. Сами вы при этом неуверенно себя ощущаете. Вы хотите защищённость. На субъективном уровне защищённость формируется из достаточно ярких личных границ. С личными границами у вас есть определённые трудности, иначе бы не возникало того, что возникает. Ну, например, вы говорите, когда мы ссоримся, он из муха делает слома, не прощает меня. О чём мы здесь говорим? Мы здесь говорим, во-первых, о чувстве вины, что является следствием нарушения личной границы подавления своих реакций. Мы здесь говорим о том, что вы не отдаёте себе отчёт о вашем субъективном вкладе в конфликт. То есть, что лично я делаю для того, чтобы конфликт был. Вот. И мы говорим о том, что вам нужно прощение. Вам нужно прощение. Вы хотите, чтобы вас простили. Это, опять же, по сути, говорит о том, что вы нуждаетесь в разрешении. Вы пишите, упорный редко звонит. То есть, что здесь? Здесь история о том, что, во-первых, человек не хочет меняться под вас, подстраиваться. Вот. Во-вторых, то, что он редко звонит, это для вас болезненно из-за чего? Это болезненно из-за того, что вам нужно, чтобы он вам звонил. Вот этого история получается. Да, вопрос заключается в том, чтобы увидеть что. Вы пишите, сложно найти общий язык человеком? Нет. Сложно сделать так, чтобы он был таким, каким вы хотите. Здесь не про найти общий язык человека. Далее. Вот думаю, что мы расстанемся, рано или поздно найдем другую. Я из-за этих мыслей не могу его отпустить. Это про самооценку. Про самооценку. Про очень серьезное обесценивание себя. Вы пишите, вам жаль воспоминания. Это означает, что вы жертвуете собой в отношениях. Помогите найти выход из ситуации, прошу вас. Поможем, если вы действительно этого хотите. Но это психотерапия. Хочу теплые отношения. Вы хотите принять внимание. Необходимо научиться это принимать. На самом деле, вы не принимаете ни внимания, ни тепло. Вы не принимаете. Вы отвергаете это. Поэтому все время остаетесь голодными. Ну и плюс обесценивание себя здесь тоже играет достаточно существенную роль. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. И обращайтесь за помощью вам она пригодит. Режиссер. Звкат traction. И тысяч